Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Сегодня мы, дорогие друзья, будем с вами рассматривать телеграммчик, обновленный, новый, на наших часиках Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5, также на часах VROS, есть на TicWatch, тоже такой же телеграммчик и на Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro. Но сначала я вам покажу работу данного телеграмма, а потом покажу, как его установить на часики. Причем установка по-разному. Так что поехали потихоньку. Ну и начнем наш обзорчик с уведомлений. Пишу сообщение, отправляю. Так, пришла вибрация. Смотрите, оно сразу же открывается. Это пуш-уведомление, оно есть. И здесь, допустим, вот открыть в приложении можно. Либо оно у вас появится, как обычно, здесь. И то же самое. Открыть. Открыть в приложении. Здесь, что мы, значит, можем. Все, как обычно, как на обычном смартфоне. Во-первых, можем отправить смайлик, пожалуйста, без проблем. Далее, здесь можно отправить видео, фото. Ну, давайте я вам продемонстрирую. Вот сейчас я видео и фото выберу. И отправить. Все, идет загрузочка. Все, отправилось. И фото, как вы видите, да. И видео, которое есть на моих часах. Вот пришло пуш-уведомление. Сверху оно всплывает и приходит. И мы его можем просмотреть. Так, далее возвращаемся обратно в наш телеграм-канал. И смотрим. Теперь, любые сообщения, как я уже говорил, в том числе и запись голоса. Разрешение дали. Привет всем, вы на канале. Смарт-вотч. Канал только о смарт-часах. Отпустили. Ушло. Вот оно. Смарт-вотч. Канал только о смарт-часах. Все, далее. Можно даже геолокацию отправить. Пожалуйста. Тоже отправляется. Все, как на смартфоне, дорогие друзья. Без всяких проблем. Отправить. Все. Мы отправили свою геолокацию. Так, ну теперь давайте посмотрим, как у нас работают звоночки. Небольшой звук, конечно, будет здесь. Ну, потерпите немного. Все, приходит уведомление, как вы видите. Мы с вами соглашаемся. Что у нас прогружается. Все готово. Ну, пошло. И, соответственно, у нас звук вот такой идет. Видите, рядом, потому что микрофончик. Ну, давайте мы с вами еще включим сейчас трансляцию. Включить трансляцию. И сейчас вы увидите, что здесь у нас видосик появился. Я вам всего показывать не буду. А вот так покажу, да? Вот. Все, трансляция идет. И, естественно, собеседник меня с часов видеть не будет, потому что у нас нет камеры. Но, в целом, как вы видите, все работает. Видео, звонки работают, дорогие друзья, только со смартфонами. Топ, короче, да? В моем случае у меня к часы привязаны Galaxy S21 Ultra. И видос есть. Говорят, что на более худших моделях этот видос не идет, потому что видео подтягивается из камеры. О, вернее, из смартфона. Ну, вот такие дела. Ну, и свайп я вам как бы тоже показал, да? Вот этот вот свайпик возвращаться обратно. Раз. Раз. Вот так. Вот таким вот макаром у нас с вами все прекрасно работает. Вы можете ставить здесь же, да, лайки обычным способом, делиться, переотправлять, направлять, что хотите, короче. Вот видите, что угодно можно поставить. Вниз пройти. И вот он, вы вышли совсем. Так, ну, а теперь, дорогие друзья, о том, как все устанавливать. Поехали. Установки вообще существует три способа. Я вам покажу сегодня два. Один способ без заморочек на Galaxy Watch 5. Именно, да, на Galaxy Watch 4. Не знаю, так станет или нет. Ну, хотя у них, если экранчик одинаковый размером, тогда станет Galaxy Watch 5 46 миллиметров, да? И Galaxy Watch 4 46 или 45, а не миллиметров. Если у вас миллиметры меньше, там, 44, 42, там, 40, тогда этот способ первый для вас не подойдет, а подойдет способ второй. Есть еще третий способ, это при установке двух приложений. Справа ставите одно, потом настраиваете, и поверх ставите другое. Я его не буду показывать, вот когда они выйдут у меня в магазинчике, в Air Store, тогда и покажу, в принципе. Ну, а пока вы пройдете по ссылочке в описании видео, попадете на каналчик, канал, значит, какой-то, все приложения СВ. Здесь есть все эти версии будут, да? Во-первых, вот эта вот версия темная. Дальше, вот смотрите, с черным фоном под темную тему. Это раз. Здесь у нас DATIC Watch, пожалуйста. Дальше, у нас есть еще вот такая с буковкой W, это белая тема, светлая, тоже для TIC, видите, подписано TIC, это для TIC Watch. Дальше, обычная тема, и вот она, светлая тема, да, для VROS. Ну, такие смартфоны, ой, извините, часов, как Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 4. Вот именно на них, вот на эти приложения, будет дана вам ссылочка в описании этого видоса, сразу сюда попадете. Что вы, значит, делаете? Скачивайте эти на смартфон. Сохранить загрузки. Я уже сохранил. У меня все уже в загрузочках. Сейчас я вам это продемонстрирую. Заходим. Так, довланг и папка Telegram. Здесь у нас они будут. У меня и светлая тема есть, и темная. Себе я установлю, наверное, темную тему, а на Galaxy Watch 4 покажу светлую. Для того, чтобы нам это все дело установить, еще понадобится вот это вот приложение. На него тоже будет также ссылочка в описании видео. Вот оно. И вот они все темы. Даже TikTok есть, дорогие друзья. И он работает причем. Так, запускаем, значит, и устанавливаем приложение, с помощью которого мы все будем устанавливать. Я сейчас чуть увеличу, чтобы все поближе было. Готово. Теперь, что мы, значит, с вами делаем? Обязательно, дорогие друзья, на телефоне отключите Bluetooth и включите Wi-Fi. Включайте Wi-Fi. Здесь и Wi-Fi на телефоне. И они должны быть в одной Wi-Fi сети. Когда вы это сделали, переходим в настроечки часов. Нам нужно открыть параметр разработчика. Это идете в самый низ. О часах. Дальше. Сведения о ПО. И вот по этой строке тапаем несколько раз. Появляется у нас вторая строка, где последний трибук говорят о регионе ваших часов. СЕР – это Россия. Выходим в основное меню и видим, у нас появились параметры разработчика. Открываем их. Здесь мы идем вниз. Включаем отладку по ADB. И дальше отладку по Wi-Fi. Когда мы включаем отладку по Wi-Fi, у нас появился вот такой вот IP-шничек. Запоминаем его без пятерок. Все. Теперь установили мы с вами приложение, значит, его тоже запускаем, которое нам нужно. Вот оно у нас, это приложение. Мы, значит, с вами нажимаем вот на эту вилочку. Сюда вводим этот IP-шник, который у нас здесь. 0 надо мне ввести. И 21. Здесь 0. А здесь у нас 21. 21. И нажимаем с вами Connect. Ждем. Смотрите, появилось у нас такое вот менюшечка. Надо нажать вот сюда. И чтобы была у нас связь всегда без проблем, и этого запроса больше не было с нашим телефоном. Причем телефон соединенный, вернее, часы соединенные с телефоном, вот с моим. А делаю я эту установку с другого вообще телефона, как бы без проблем. Все, у нас появился IP-шничек, как видите, да? Вот. Это говорит о том, что у нас смартфон соединился с часами. Все, у меня, как видите, здесь нет телеграмма. Вот эта вот именно строка нам нужна. Вернее, пунктик со стрелочкой вверх. Нажимаем плюсик вверху, кругляшок с плюсом. Выбираем Select Up File. Дальше даем разрешение приложению, если вы еще не дали. И нам нужно зайти во внутреннюю память. Да, вот я его. Он автоматически открывает нам, как бы, да, вот смотрите, внутреннюю память. Здесь нам нужно найти именно во внутренней памяти Dolan, дальше Telegram. И вот они наши файлы. Нажимаем на с белой темой или со светлой темой, вернее, со светлой темой или с темной темой. А есть еще черная. Ну, нажимаю я вот этот вот, со светлой, с темной темой, короче. Ожидаем установки. Это займет какое-то время. Ну, поэтому просто ждем. Так, вы видите, появился у нас Telegramчик. Все, установочка у нас прошла. Нажимаем на Telegram. Пройдет прогрузочка. Далее. Мне надо открыть Telegram, чтобы мне там туда придется общениться. Все, вот видите, пошло продолжить на русском. Нажали. Идет загрузочка. Готово. Всплывает страна. Код страны. Я в России, у меня семерочка. Нажал и дальше. Набираю номер. Номер набрал. И вот смотрите, вверху вот здесь. Номер набрал. И вот вверху вот здесь, именно на Galaxy Watch 5, 45 или сколько они у нас миллиметров-то. 45 миллиметров они. Вот здесь появляется вот такой кружочек. Краешек кружочек. На других, ниже миллиметрами, да, это там 44, 42 и 40, этого видно не будет. Поэтому второй способ я вам покажу. А сейчас первый. Мы можем здесь нажать. Видите, хватает. У нас нажимается. Не сразу бывает сработает. Поэтому не стесняйтесь, нажимайте. Вот я все нажал второй раз. Все срослось. Мне пришло уведомление с кодом. Я ввожу код. Код ввожу. Раз, девять. Дальше нолик. Дальше девять. Дальше нолик. Дальше шесть. Все, он у меня идет дальше. У меня еще пароли есть. Я паролик сейчас введу и вернусь к вам. Паролик ввел и нажимаю на стрелочку. Маленечко ждем. Все. Мы вошли. Мы с вами в телеграме. И можем уже с ним работать. Без проблем. Все. Сейчас прогрузится только все. Немножечко. И все. Вот оно все работает. Все показывает. Короче. Это установка именно на Galaxy Watch 5 Pro. 45 миллиметров. Так. Давайте, друзья. Я вам покажу теперь второй способ установки телеграм. В том случае, если вот этой вот стрелочке, где в Galaxy Watch 5 кусочек был виден, и мы смогли его все-таки нажать. Мы представим, что у нас версия как будто бы меньше. Здесь у меня тоже Galaxy Watch 4 Classic 45 миллиметров. Эту стрелочку будет видно чуть-чуть. Но мы представим, как будто бы у нас 44, 42, либо 40 версия. Все. Мы с вами установили телеграм. Соединение у нас с приложения, с часами есть. Посмотрите, если вы еще не помните, вернее, как это делается в начале видео. Запускаем с вами телеграм. Так как у меня это версия LTE, соответственно, есть своя eSIM. И она будет автоматически подцепляться, вернее, номер автоматом, как и в смартфоне, будет отображаться здесь. Вот всплывает вот такое разрешение, его нужно дать. Кнопочку нажать, нажали, он вас разращает в разрешение. Даете разрешение, и вот он номерок, пожалуйста, у нас появился. Как вы видите, кружочек здесь есть, но мы с вами представим, как будто бы его нет. Что нам, значит, с вами нужно? В приложении идем в первое меню, вот самое первое. В описании видео будет у меня написано две команды. Первая команда WM Density 100. Ее копируем и вводим в это приложение, нажав вот это внизу кнопочку. Кнопочку нажали и вставляем сюда наше приложение, вернее, командную строку, вот эту вот, да, команду. Нажимаем на эту кнопочку и посмотрите, что у нас сейчас произойдет. Часики у нас перезагрузились, стало окошечко немножко меньше и появилась стрелочка. Стрелочку нажали. Появляется вот такое приложение, ну вот разрешение, приложение доступ к истории, там тын-тын-тын-тын. Все, мы нажали, даем разрешение. Это только в LTE. В Wi-Fi версии у вас так не будет, у вас сразу появится такое окошечко. Все, получаете код, вводите, входите в Telegram, а потом уже, когда вошли в Telegram, у вас все появилось, вы просто берете и вводите следующую команду. Вот эту вот команду, вторую копируете, вводите ее опять в командную строку, вставляете, нажимаете хлоп и сейчас смотрите на экранчик. Все, он у нас пришел в первоначальное состояние. Вот так, в принципе, все легко и просто. Есть еще одна, как я уже говорил, инструкция. Она, значит, подразумевает следующее, что если вам не хочется менять вот это вот ДПИ, да, допустим, с магазина, вы так и будете у меня скачивать без проблем с помощью приложения магазина, установка на часы. В описании видео будет ссылочка на этот магазин, там есть полная инструкция в этом видосе, как он работает и когда Telegram появится в этом магазине. Я, естественно, ссылочки приложу сюда тоже, и там можно будет сделать следующим образом. Установив две версии, сначала установив одну версию, я вам сейчас покажу какую. У нее есть префикс, в конце инс называется. Это как раз для того, чтобы не уменьшать ДПИ. Вот это вот. Версия другая, смотрите немножко, вот оно. Инс, его скачаете с магазина, оно установится на ваши часы, вы, значит, его входите, запускаете, полностью входите в свой аккаунт Telegram и потом уже поверх там же с магазина ставите вторую версию уже новенькую. Вот какую-то из этих, да. 940SW или 940SW. Также есть 940SW с артиклем B. Вот он. Это значит, говорит о том, что эта тема, вот она, для TicWatch. Поближе вам покажу. Вот здесь будет для Tic оконцовочка, а здесь СВ, темная тема. Все. Ставите поверх, также с магазина, не удаляя это приложение. И все у вас будет полноценно, дорогие друзья, работать. Вот такая вот инструкция. Я специально удалил все бывшие вообще видосы, какие-либо о Telegram, для того, чтобы вы уже не путались, а понимали, что вот так теперь это работает. Причем данное приложение, Telegram, будет обновляться с официальными приложениями Telegram для смартфонов. Так что подпишитесь обязательно на каналчик, обязательно нажмите на колокольчик вот здесь. Пишите, может быть вы знаете какие-то еще другие, еще легче способы. Я буду очень вам признателен. А также ваши предложения тоже принимаются. До свидания, всего доброго и до новых встреч.